ДТП От удара пешехода откинуло на несколько метров в сторону. Прибывшие на место ДТП медики спасти пострадавшего не смогли. Молодой человек 25 лет скончался, не приходя в сознание. Очевидцы говорят, водитель Лексуса значительно превысил скорость. Пешеход же переходил дорогу в неположенном месте. Он перелез через металлическое ограждение и выскочил на дорогу. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции. В Алматы под вине двух водителей автобусов пострадали 14 человек. ДТП произошло на улице Толиби. Начиная от проспекта Сайна водители устроили гонку. По словам водителя машины 65 маршрута, перед ним резко затормозил автомобиль марки Ниссан. Водителю машины общественного транспорта тоже пришлось затормозить. А вот двигавшийся за ним автобус 85 маршрута остановиться не успел. И на скорости влетел во впереди стоящий автобус. Оба автобуса были заполнены людьми. Пострадали 14 человек. Восемь из них были госпитализированы. Кто прав, кто виноват, в этом ДТП теперь будет выяснять следствие. В Алмалинском районе задержали банду грабителей. Все они прибыли из Южно-Казахстанской области. Работают на строительном объекте. После работы все молодые люди собрались в парке на пересечении улиц Гагарина и Джамбула. Попросили закурить у прохожего. Фраза о том, что курение вредно для здоровья, вывела парня из себя. Продолжение следует... Потерпевший вызвал бригаду скорой помощи и полицию. Молодого человека госпитализировали. А стражи правопорядка приступили к поиску нападавших. Потерпевший подробно описал всех пятерых участников нападения, которые к тому же отобрали у него мобильный телефон. Стражам правопорядка удалось задержать двоих. Задержаны утверждают, что их вины в случившемся нет. Нападение устроили друзья, а задержанным якобы лишь передали мобильный телефон. С помощью задержанных удалось арестовать и других нападавших. Всех доставили в отделение полиции. Начато расследование. Очередных автоугонщиков задержали алматинские полицейские. Приезжие из Центрального Казахстана, они работали на одной из городских автомоек. Ночью под залог документов попросили у продавца магазина по улице Тимирязева деньги. А утром, чтобы не идти отдавать долг пешком, угнали припаркованный на обочине автомобиль марки «Жигули». Владелец машины об угоне даже не подозревал. Об этом ему рассказали полицейские, сообщив при этом, что машина попала в ДТП на пересечении улиц Садпаева и Тургуту зала. Мне позвонил инспектор ГАИ. Он сказал, что ваша машина найдена. Я очень благодарен, что наша ГАИ очень хорошо работает. Стражи правопорядка, патрулировавшие город, заметили подозрительный автомобиль на улице Гагарина. Водитель, не зная правил дорожного движения, двигался вниз по Гагарина по встречной полосе движения. На призыв полиции остановиться водитель решил скрыться. Разогнавшись, не вписался в поворот и врезался в припаркованный на обочине автомобиль. Водитель, не вписался в повороте движения. Задержанных доставили в Управление внутренних дел. По факту угона машины заведено уголовное дело. Обоим задержанным по 23 года. Прибыли в Алматы из Жасказгана. Молодые люди утверждают, что позже планировали машину вернуть. Родственники разыскивают Серик Арнура Ержановича 1997 года рождения. 4 июля он вышел из дома в микрорайоне Колкоман и направился в город Каскелен и не вернулся. Был одет в синие джинсы и футболку. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Арнура Ержановича, просим обращаться по этим телефонам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова